Друзья, доброе утро! Сегодня 31 декабря. Вы, конечно, получаете видосы с задержкой, но имейте в виду, что сейчас я бездельник и можно полноценно отдыхать. Катюха уже пораньше проснулась и что-то начала готовить на шестом этаже. Но я вам показывал, там прикольное местечко есть, и тарелки, и вилки, и микроволновка, и печка. Так, возьму-ка я вот такую меринду со вкусом личи и... Что это такое? Красненькая клубничная фанта. Нормас. И можно еще пару йогуртов, наверное, захватить. Мы вчера купили, но я это не показывал. Вот такие меньше кубничные. Офигительные. Так, две штучки. Ну и все, валим наверх. Так, я не знаю, наша это или нет. Хозяйка, ты тут? Да. Это наша стоит там? Да. А ты что, это привести не знаешь? Блин, какой сегодня обалденный вид, а! Перед началом еды хотел еще показать костюм, который мы купили вчера в Централе. Это та же фирма Байя, да, ну или как правильно называется? Только другого цвета. Сильно влюбилась в этот костюм, что решила взять такой же другой цвет. Если бы там были еще другого цвета, я бы еще взяла, потому что мне он прям вообще очень нравится. Мне очень-очень классно. Ну все, давай приступать. Приятного аппетита. Короче, я яичницу готовила без соли, а с приправой, потому что соль я не купила. Я думала, тут будет, но я не нашла. А приправу для пулицы с этого смартфона. Яичница. Приятного аппетита. Косивая такая уже. Косивая. Давай соотечественник показывай. Соскучился по картошке с грибочками. Вот. На приятный аппетит у тебя. Поступайся. Спасибо. Вас тоже. Передавай, пусть выздоравливает. Все. Можно сейчас идти кататься. Мы позавтракали полные. Я даже все не доел. Да, сегодня Новый год. Не знаю, что будем делать. Скорее всего, поедем на пляж. Возьмем несколько знакомых. И там еще каким-то компашком присоединимся. Я думаю, будет весело. У меня еще не было такого опыта. Встречать Новый год на пляже. Все, мы готовы с тобой. Бэйбочка моя. Я знаю, что хочу сейчас. Денежки снять. Я все-таки съездить. Посмотреть байки. Вдруг я найду себе PCX по нормальной цене. Или лид возьмем. Или еще что-то. Все-таки моя развалюха мне не нравится. Там неудобное сидение. Достаточно быстро жопа от нее затекает. Потому что это супер старая. Надо. Хочется что-то поудобнее и поэргономичнее. Вот. Эхе-хе-хе. Это грежа слуха. Это говорит бэйбочка моя. Я специально. Жарко стало. Такандей вырубил. Мне холодно было. Сильно холодно. Сильно. А штаны-то, так сказать. Станет меня! Козел! Скажи, козел. Друзья, я вам еще погоду не показывал сегодняшнюю. Практически нет облаков. Вообще супер. Вот такое 31 декабря на Пукете. Красота? Ну скажите, а? Сейчас поедем, как и говорил, бабки поменяем. Может быть найдем байк. Централ сегодня съездим. Знаешь, что надо купить тебе? Или штанишки, да? Штанишки? Бери выше. Что? Ну угадай. Кренделя? Нет. Что? Ну подарок на Новый год. Кренделя? Что, прикалываешься? Ну я просто знаю, что подарки особо не любишь делать. Ну именно на праздники. Ты любишь их делать так в течение года. Ну да. Ну вот. Поэтому я думала на праздники. Я не знаю, подарок какой может быть. Часы? Мне часы? Прикольно. Ни разу не было у меня часа. У каких часов? А? У какие часы ты хочешь? Ну что ты? Серьезно? Серьезно? Да. Ребята, у меня будет цепи купить подарок. Да, забирай свою камеру. Почему я не могу тебя поедать? А как я поеду? Я на повороте где-нибудь свернусь. Я на это серьезно сейчас хочешь? Серьезно? Я вчера хотел еще, но он закрывался уже. Поехали, давай кататься. Ты сейчас его свалишь. Мать. Третий раз уже записываю видос. Навел камеру на себя. В итоге снимал вот эту херобору. Короче, по поводу денег. Вот показываю обменник. Вон номера телефонов, часы работы. Любых банков можно перевести. Вообще без каких-либо проблем. Сейчас поменял рубли на баты. Заплатил 44 800. Отдали мне 20 000 бат. Курс немножко дебильный. Но надеюсь восстановится. Мне в принципе налик сильно не нужен. Я им буду рассчитываться только вот в массажках, если байк надо снять. А большинство мест можно просто российские рубли на Газпромовскую перекинуть и все. И покупать что угодно. Ты уже наверное жаришься тут у меня. Все, едем. Сейчас посмотрим с тобой байк. Уже ближе к вечеру часики, да, купим? Да. И вот их как раз я буду с Газпромовской брать. Просто рублей перелью и все. Ну и мы переходим к стадии поиска байка. Меня интересуют новые PCX или клик. Он тоже неплохой. Там есть и отделение, куда можно камеру бросить. В общем, сейчас будем искать. Сейчас это непростая задача, потому что очень много туристов. И цены взлетели. Ну и моделей мало. Мы когда только приехали, я видел, прям россыпью стояли байки. Сейчас мимо проезжаешь, один-две штучки стоят. Поэтому сейчас будем вот тут на рваях смотреть. Дальше по Сойке там, Сойюаньке поедем. Ну, в общем, я вам все буду показывать. Вот тут есть точка. Здесь тачки сдают. И там вроде как байки были. Но не знаю, это на аренду или просто так. На починку, на обслуживание. А, там было. Ну, пошли. Возможно, это не сдается, а какого-то человека. А, вот этот. Ну, это, конечно, не арендный. Мне, конечно, красненький нравится. Что это такое? Честно, КЗ. Но похож на PCX. Ой, он такой мягкий. Мне нравится. Прости. Молодец. Не PC. Короче, сидишь, очень мягко. Не, ну это что-то на обслуживание, скорее всего. Да? Конечно. Ладно. Есть не аренда. Погнали дальше. Нашли пару байков. Это у нас PCX красный. Это такой же старенький, как и у меня. И клик. Ну, это не 160. Все слабенький. Это 125. Я такой не хочу. У меня PCX 150 кубиков. Нет, пожалуй, нет. Там, кажется, спорты еще смотрят. Но здесь они нафиг не нужны. А когда работал в авиаконсе, я брал. Ну, вот что-то типа того. Кавасаки Ниндзю. Что-то он 06R-R назывался. Может быть, ошибаюсь. Ну, дура сумасшедшая, конечно. Ладно, поедем дальше смотреть. Ребят, мы отложили идею с байком. У нас еще есть время. К сожалению, каких-то хороших моделей мы не нашли. Я знаю, что раньше говорил, что пофигу, какой байк. Но когда вот покатался и понял, что на Катькином, например, сильно удобнее, чем здесь, то он немножко поменял мнение. Когда туристов станет поменьше, я думаю, мы найдем хороший байк. Ну, а пока будем кататься на этом. Ну, и едем мы сейчас в торговый центр. Стоим на светофоре. Будем Катьки часы покупать. Ох, друзья, обстановочка 31 числа, конечно, огонь. И в плане погоды, и в плане людей. Еле нашли место. Пришлось толкать чужие байки, чтобы кое-как вместить свой. Народу здесь вообще полно. Ну вот, 8-й, 44-й, бери вот такие. Ну, перемешок сама выбирай. Четырые, цвета разные есть. Почему-то, почему такой цвет? Ну, выбирай сама, я не знаю. Вот, стоят они 16 900 бар. Да, тут, конечно, желтаж вообще пипец. Ну, смотри, ты просто выбирай цвет корпуса, а дальше подбирай ремешок, который тебе нравится. Мне кажется, они огромными на моей руке. Нет. Нет? Ну, просто 41, мне кажется, совсем малюсенькие. Ждешь? Катя, счастливый обладатель часов. Ты куда побежала? Не знаю, я хочу их открыть. Куда-то присесть? Да. Привет. У Кати там распаковка была на несколько минут, но я вам быстренько покажу. Вот такие. Это 45 миллиметров, восьмерки. В рублях я заплатил, по-моему, 37 300 с чем-то рублей. Что, они все равно дешевле здесь, чем в Москве. Ты говорил 30-ку. Ну, чуть дороже получилось. Потому что курс шлепнулся. Это в прошлый раз, когда мы с тобой ходили, 30-ку было. 31 с копейками, а сейчас уже 1,7 доллар с чем-то. Капец. А все равно дешевле получается. В России еще дороже? Да. От 42 тысяч рублей, по-моему. Ну, если не ошибаюсь, может быть, что-то поменялось. Потому что мы уже уехали 2 недели назад. Ну, вот так вот. Я не классно. Ну, не по параллельному импорту куплены в белую. У Андрюшки за 1200 бат. Ну, и у Катики куда-нибудь. Какой оставить? Такой, такой? Что? Шрифт? Да необычный ставь. Зачем тебе жирный? Сейчас еще зайдем, посмотрим, что ниши. Ну, и, конечно, поедим. Смотри. Все, теперь ее не оторвать. Пока будем здесь сидеть. Потом настроишь? Да, да, конечно, потом. Это невозможно, извини. Надо нам заглянуть в пол, смотрите, какие тут цены низкие. 390 бат, 290. Вон там что-то вижу за 790. И по вот этим базарчикам тоже прогуляться на первом этаже. Потому что каждый раз, когда они сюда попадали, они сюда уже закрываются. Возможно, там есть прикольные шмотки и недорого. Мне очень нравится вообще здесь шопинг в Таиланде. Потому что всегда приветливые тайцы. И вот ты как-то выходишь из магазина прямо с удовольствием, да? У нас, блин, не знаю, консультанты порой очень странные. Такие все заебанные. И вообще им ничего не охота продавать. Ни улыбки, ничего. Что вас интересует? Ну, вот с таким механическим, знаешь, подходом каким-то. Здесь немножко по-другому. Только готовьте бабки, что называется. Я помню, когда покупал GoPro, искал вот такой комплект. Creator Edition, но он очень дорогой был. Здесь он стоит 26 тысяч бат. Что он включает? Помимо GoPro, медиамод. Тут есть подсветочка и вот это штатив вольта. А еще мне очень понравились здесь флешки, которые я использую. Вот эти на 512 скоростные, которые Extreme Pro. 2 990 бат. Чуть дешевле, чем в Москве. Буду иметь в виду. Enduro батарейки 2 890. Все, Катя не отлипает от часов. Я настраиваю. Мы тут все ходим по рядам. Ищем металлические ремешки для Apple Watch. Вот еще, смотри. Ну, это пластик. Это не то. Не можем найти на металлической застежке, которая с магнитом. Ну, если что, потом пукут. Не принципиально. Ну и вон, смотрите, Катюха. Вот так всю дорогу идет и разбирается. Ну что там еще есть? Ну это не на камеру. Я подумал, у меня часы от Сосны, которые я купил за 1200 бат. И решил себя побаловать красивыми G-Shock'ами. Тут есть Bluetooth, шаги отмеряются. Но это не главное. Мне очень понравился дисплей. Он очень контрастный. С любых сторон их видно. Клевый. Очень клевый. 6 тысяч бат я сейчас заплачу за них. Это примерно 12 тысяч рублей. Катя, конечно, меня отговорила. Там еще желтенькие были. Но я согласен, они не ко всему подойдут. Эти нейтральные, да. Я прям секундочку сейчас дойду до витрины. Они прям мега яркие, вот эти. Очень понравились. Но Катя права, они не подо все подойдут. Поэтому взял себе нейтральные черные. Очень-очень классные. Еще раз вам покажу. Забежали в Юникло. Надо Катике штанишки посмотреть. А старые часики, если вы вдруг спросите, куда я их дену, я их Тёмецу потом отдам. Пусть лазит, бегает. Тем более они достаточно крепенькие. И по батарейке у них тоже все окей. Мне кажется, ребенку прикольно будет. Не хочешь сапожки? Нет, такую точно не хочу. Нам главное штаны тебе купить. Это женские? КБшные какие-то. Классные. Чтобы не потеть и так далее. Ну то есть, типа вот такого я точно не хочу, чтобы ты покупала. Что-то плотное. Вот а-ля вот такая ткань. Легенькая. Блин, плотный. Как тебе идет этот костюмчик? Мне так нравится. Прям сам доволен. И поп как выделяется. Да хорошо, хорошо все. Женская часть аудитории, наверное, меня застрет, но я правда не понимаю. Как может вот эта херобора отваряю, вот столько стоит. 9 900 бат. Это все в бат. 14 800. То есть, это не рубли, умножайте на 2. Катя говорит, что это какая-то супер умывашка, но я в итоге не понимаю. Я чувствую, я говорю, это переоценено очень сильно, да, какой-то там эффект будет минимальный, да, там оно будет лучше очищать, проникать в какие-то средства будет глубже чуть-чуть. Ну, массаж. Ну, это правда очень дорого для такого минимального действия на твою кожу. Особенно меня вот эта радует штука, которая называется бир. Вот это просто, блин, 30 тысяч рублей. Да? Да я тебя сам буду умывать за эти батки. Она мне не нужна. Ну, для понимания, магазин крендельки, одни тайцы и мы, беложопые. Слушайте, ну, отличные варианты. 180 бак, это примерно то, что мы искали. Как тяжелые. Ну, неплохие. Мы еще тут забежали в магазин электроники, нам очень понравилась лампа. Хамбург. 4590 бак. Причем оба цвета классные. Я бы прям взял. Зачем я это записал, чтобы потом найти ее в Москве? Извини, пожалуйста. Я еще видела такой цвет, просто дерево коричневое. Мне это больше всего понравилось. Коричневое дерево, но в другом месте где-то я видела здесь. Очень прикольно. И смотри, я там нашел клавиатуру, как печатная машинка старая. Правда, звука такого нет, но тем не менее. Вперед пройди. Вот. Вот, смотри. Да, прикольно. С тайским языком. Насчет штанов. Only one size. Очень обидно. Ну, пойдем дальше искать. А вот что мне хочется купить. Смотрите. DJI Mini 3 Pro. Я вам как-то показывал. Стоит 31 тысячу бат. В чем удобство. 249 грамм весит. Не нужно его лицензировать. И тут пульт сразу идет с экрана. Не нужно присоединять мобильный телефон. То есть, он прям малышка-малышка. И вот еще есть модельки. Тоже Mini 3. 27 тысяч бат. Блин, ну вот этот мне сильно нравится. Не знаю, если он в коробке вот такой, то есть, он места вообще не занимает. Просто супер. Ну ладно, помечтали и пошли. Ой, ребят, я зашел в DJI. Вот так пультик выглядит. Покажи просто по сравнению своей рукой. Вот такой маленький. Друзья, ну мы уже едем в сторону дома. Может быть, сейчас чуть-чуть еще покатаемся и посмотрим фильм «Один дома». Для меня это традиционная новогодняя забава. Не знаю почему, но мне нравится его смотреть. Это Новый год. Я такого не видел. Покажи пробку. Просто. Ну на байке нам нормально. На меня наведи, а то, может, не слышно. На байке очень хорошо передвигаться, потому что ты везде вот просто можешь пролеть. И в принципе не стоишь. Сейчас немножко отдохнем. Посидим вот, посмотрим на Равайское побережье. Еще полчасика катаемся и домой. Смотреть киношку. Пытаться создать новогоднее настроение. Здесь делать это очень тяжело, потому что на улице тридцатка. Один дом или Гарри Поттер, все-таки? Ну, либо Гарри Поттер. Только не первую серию. Там графика просто супер. И что? Зато это самое интересное. Как это? Как все начиналось? Как письма. Я вот здесь ела. Как письма в дом, помнишь, залетали? Да, конечно, помню. Классно. Покажи язык еще раз. Блин, немножко обидно вышло. Только что ехал вот там, где вентилятор. Хотелось сесть с Катюхой для того, чтобы посмотреть закат. В итоге там было куча народу. Я говорю, давай доедем до Найхарна, успеем. Но в итоге не успели. На предзакатное солнце. То есть, прям буквально 2-3 минуты. И оно ушло. Вот можете наблюдать. И все равно очень красиво. Hello. Hello. Знаешь, что он мне сказал? Что? Он так мило, таким своим тоненьким голоском мне сказал. Happy New Year. Я его тоже купила. Все равно же красиво, да? Несмотря ни на что. Да, красиво. Я только что на камеру сказала. Несмотря на то, что мы без мата пропустили закат. Несмотря на это, мы всю дорогу ехали вдоль побережья и видели его. Да? Да. Тоже неплохо. И мы с тобой здесь надолго. Мы хоть каждый день можем сюда приходить. Ну, каждый день не получится, потому что я работаю в это время. У нас еще 10-9 дней. Ну, это правда. Ладно, давайте вам чуть-чуть так покажу. Я тоже. И мой любимый пляж на рекаме. Игорь Негода. Пока вы там едите оливье, я ем тумьян. Ухатюхи Карбонара. Прекрасно вообще. Так хорошо. То, что мы сейчас не внутри с тобой все. Здесь тепло, хорошо. Тачки едут, движуха. С Новым Годом, ребятки. Показ наступающим. А, ну уже с наступившим. А они когда это посмотрят, уже все. Уже будут доедать там третью порцию оливье. У нас настоящая веселуха. Приехал автобус. Сейчас я с вами его покажу. И урубил на всю музяку. Тайскую. Прикинь мне, я ютуб забанит. Скажет, это супер популярная песня и типа хер тебе, а не монетизацию. И вообще не буду показывать на мобилках. Вкусно тебе было? Да, она очень сытная. Я уже наелась. Ну и я все съел. Как Катя ест маракуйя. Друзья, ну после того, как мы поели, приехали в номер. Чуть-чуть посмотрели Гарри Поттера, помылись. И сейчас время уже 11 час. Собираемся на банку. Посмотрим, что там за движуха. Не стали заморачиваться, что-то придумывать. Господи, со знакомыми всегда так. Одни морозятся, вторые. Короче, нахер. В разных комнатах будем записывать видос, чтобы не мешать друг другу. Я, короче, решил, это очень странно, перед тусовкой съесть йогурт клубничный. Ну, учитывая, что не пью. А Катя на энергетика такой сегодня. Сингабель. Смотрите, какой он красавчик. Какой? Шараповую рубашку мы купили, мне нравится. Не, ну она прикольная, это правда. И волосы ежиков сделал. Какой ты у меня красивый. Спасибо, ты у нас красивая. Все, точу йогурт. Сейчас опять мне скажут, что я старпер. Мне без разницы, не бухать это классно. Я могу веселиться и без алкоголя. Ну все, буквально через пару минут выходим. Аня пишет, что потом в большой пробке народу много. Салюты, фонарики запускают. Причем, что и запретили. Ну тут всем похеру. И по поводу электронок. Мы сегодня даже с тобой видели тайца, который сидел, пустел. Я один раз видела, подростки, тайцы. Да, они одноразки берут солевые. Нелегально, да, где-то они их закупают. Ну вот такой дуализм. Снимать на бангле буду на широкий угол. Стабилизацию вырубил. Сейчас докуриваю и валим. Все, у нас уже время 22-24. Туда ехать в районе получаса. Там большие пробки. Поэтому сейчас немножко ускоримся. Ну нет, мы не будем нарушать и гнать, как сумасшедшие, естественно. Ускоримся в плане этого. Выберем правильные дороги. Ребята, мы едем по бордюру. Что бы показали? По пешеходнику, я бы сказал. По пешеходнику, да. Друзья, мы в огромной пробке на Патонке. Полная жопа творится. Что весело? Бьет салют. Полиция там не справляется. Поток людей такой. Лефект. Я там сколько пробок объехал. И те сухи, которые сейчас едут в районе Харона, они сюда не доедут до новогодней ночи. Потому что сейчас 23 часа 12 минут. Я вам показываю новогодние салюты. Они как бы здесь запрещены. Но всем помню. И фонарики те же самые. Вон их там тысячи. Вот эти пять огонечки. Вот. Это все получается. Я, короче, сейчас поеду по пешеходнику. Иначе мы вообще никуда не успеем. Безумно много людей. Постоянно пьют салюты. В целом достаточно веселая атмосфера. Байк я поставил практически на пляже. Народ тут особо не парит. Ставят здесь. Надеюсь, не будет полиция признавать. И знаете, как они тут делают? Цепочки ставят. И потом, чтобы открыть его, 500 бат нам будет заплатить. Давайте вам еще атмосферку покажу. Везде играет музыка. Надо тоже ушки себе цветные купить. Очень прикольная атмосфера. Там вдалеке есть сцена. Туда, может быть, чуть попозже дойдем. И потанцуем. Очень-очень круто. Постоянно бьют салюты. Фонари запускают эти. Их тут прям, блин, тысячи. Перерывы одна минута. Между каким-нибудь залпом или фейерверком. О, сейчас будет опять. Вообще, очень весело на самом деле здесь. Мы еще сейчас ближе к сцене подойдем. Посмотрим, что там творится. Ну и, естественно, по Walking Street тоже пройдемся. До Нового года осталась одна минута буквально. Катя куда-то уходит. До Нового года осталась одна минута. Субтитры создала floor. Да! Не遊 wrote. Субтитры создал DimaTorzok. Катя куда-то уходит. Эфистрация или дела. Нет! И? Нет! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Здесь только на коленках у кого-то, я не знаю, правда не знаю. Такого количества я не видел никогда. А еще тут полицейский участок на фоне. Полицейская машина. Облокотились и стоим смотрим на людей. Мы оба, кстати, скате визуалы. Любим наблюдать за людьми. Очень много бухих, конечно. И очень много курят траву. Прям пить детство. Постоянно воняет травой. Здесь везде, покажи, если будет видна картинка большая. Видишь? А, нет, не пупли. Короче, здесь магазины с травой на каждом шагу. Проезжаешь полкилометра магазин, еще полкилометра пять магазин. Какой пол? Там каждые 50 метров такое ощущение. Ты видела? Там пиво стоит и рядом тубусы такие маленькие с травой. Да, да. Это, наверное, из-за того, что сейчас такая шумиха, Новый год. Здесь просто... Как в макашнице, да? Вот в макашнице, в которых продается трава. Везде. А не на каждом шагу. Ой, я не понял. Вон, вон. Вон, вон. У него телефон на арабском, я ни хера не понимаю. Биг босс! Чампанское бьет. Чампанское. Ну, пойдем посмотрим в глубине, что там. Чампанское бьет. Все, друзьяшки, мы уже идем в отель. В Москве через полчаса будет Новый год, а мы все уже выдохлись. Потанцевали. Честно говоря, я подустал, потому что сегодня мы проснулись. Ты в 9, я в 9.30. Силы у нас исходят. А завтра у нас будет чилдень. Выходные, все, никуда не надо идти. Какой же это кайф. На массаж сходим. И еще сейчас надо записать нашим родным и близким кружочек. Потому что через полчаса в Москве и в Долгое. Мне уже не хочется звониваться. Я, честно говоря, вот прям вот устал, устал. Если бы сегодня... Знаешь, я еще думал, блин, встану попозже. Блядь, в 9.30, а? Ну, я бы проснулся, наверное, из-за того, что я проснулась с вами. Ну, наверное, да. Я проснулась специально пораньше, я завтра хотела приготовить. Но я ее приготовлю. Я думала, ты будешь спать еще. Вот и что ты нам рассказала. Ну, ты гошка-то началась, и все. Я старалась тихо. Не, не, ты меня не разбудила. Проблем никаких нет. Все, ребята, с Новым Годом. Этот влог вы уже увидите, конечно, сильно позже. Но я думаю, у вас все равно будет сохраняться новогоднее настроение. Классные мушки, да, мы купили? О них я не рассказал. Это твои. Нам их хотели за 100 бат продать. И я такая смотрю, думаю, не, не, ладно, не будем, все, пойдем. И она меня, э-э-э-э, как она сказала, 50 бат. 50 бат. Я вернулся, думаю, ладно, за 100 рублей купил.